Абстрактно, приду с готовым проектом, за счет чего ваша прибыль, ну то есть я так понимаю, вы занимаетесь же ICO, да? Ну я понимаю, может быть цены вы здесь не называете, но сама суть, у вас зависит стоимость от привлеченных вновь средств, или у вас какая стандартная стоимость ваших услуг, вашей компании? Так, на самом деле хороший вопрос, здесь нет никакого секрета, у нас всегда, ну мы такая достаточно пудиковая фирма и подвинутая, у нас нет каких-то стандартных вещей, мы как каждого клиента стараемся найти в общей диалоге, выработать более не оптимальные какие-то условия, и если клиенту комфортно заплатить нам какой-то фейс, на который мы готовы работать, то значит мы можем заплатить фейс. Если же вы хотите, чтобы мы участвовали с ним близкие, то есть там получили токены, ну мы тоже какие-то варианты рассматриваем. А вы оставите свои контакты? Ну, чтобы с вами связаться и уже непосредственно поделать. Да, подойдет. Подойдет к кому-то, например. Спасибо. Можно? А как вы себя защищаете, проводя такие сервисы в России, как вы только что сказали? Мы не стараемся не проводить. Вы же находитесь здесь, получается вы нарушаете законодательство в России? Нет, мы юридическом фирме, мы не завершаем. Вы сказали, что у вас какие-то там серые схемы? Нет, нет, нет. У вас такая страховка есть? Да, я рекомендую, мы стараемся эти серые схемы уходить. Это не к нам, если серые схемы, это не к нам, часто. Нет, нет, вы же так назвали? Я назвала, что это возможно. Нет, вы сказали, что все это серые схемы. Извините, можно я... А, серые схемы, значит, это серые схемы. Смотрите, некое общение может сводиться к тому, что его можно охарактеризовать как подготовку к преступлению. То есть там 30-я статья Уголовного кодекса, поэтому нельзя от юриста, она пытается быть откровенной, максимально корректно, чтобы все это поняли. Но вы должны понимать, что да, если она скажет что-то, не подавать, что это можно трактовать как состав преступления. Поэтому она максимально аккуратно пытается в общую картину объяснить. Да, еще вопрос. А какая юридиция позволяет выпускать ценные бумаги, обеспечиваемые криптовалютой или токенами? И какая у нас с точки зрения нового вложения наиболее опционально прошла? Вы, посмотрите, очень будет сильно зависеть от вашего конкретного проекта. В общении, о проекте речь. Речь о ценные бумаги. Вот, допустим, где найти организацию, ну, создать организацию, которая бы смогла выпустить ценные бумаги с обеспечением криптовалюты, либо в токенах каких-либо проектов по адресу. Смесел теряется. Да, ну, что есть в вашем царе. Смесел и вакусел. Это не осел, касается... Это ты иметь в виду, типа, выпускаешь банды, обеспеченные за умом... Да, да, да. А, слушайте, честно, я не делала такого проекта... Мне неизвестны примеры такие-то, такие вот, не слышали, что ли? Нет, честно не слышала, но вопрос интересный. Мы можем подумать, мы можем подумать. Я подведу. Хорошо, да. А еще вот такой вопрос сейчас, скажем так, шум, который идет, он поверхностный. С вашей точки зрения юридически наша ситуация идет к, ну, скажем так, как американца проще разрешить, чем блокировать, да? Вы понимали, получается, с этого прибыли, как они сделали? Вот наши предупреждения, но в вашем доме? Знаете, я думаю, что все равно придут, потому что, ну, было бы уже совсем глупо, вот, закрывать на эти глаза и запрещать. Потому что все прекрасно понимают, что здесь уже несколько опросов, что будут какие-то вот какие-то, ну, какие-то, ну, какие-то, ну, какие-то, входные пяти, конкретные, вот, и все вообще сделать. Я думаю, что это тоже, это, конечно, не такие и понимают. Более того, мы общались с людьми, которые в группе по работе проекта сейчас, которые не заварки, которые будут говорить. Там, на самом деле, очень адекватные вещи обсуждаются, по словам, сиди чуть ближе. Там, в том числе, обсуждаются вопросы о том, чтобы вообще освободить сделки с валютой от костных налогов, от этого налога от НДС. Это очень будет хорошо для нашего рекомендации. Там еще обсуждается, что теоретически, возможно, будет хотя бы минимальное, но регулирование для ICO-проектов тоже может быть введено через какое-то время. Я думаю, что это неплохая тема. То, что припекает минимальная защита рекомендации должна быть. Даже риски инициатива проекта снижаются, честно говоря. Так что я думаю, что никогда не придет. Да, ребята, настаиваем. Поэтому спасибо большое, Екатерина. У кого есть конкретные вопросы к Екатерине, пожалуйста, мастер Елова. Пока здесь и вообще, Анатичи, мы не открываем. Анатель? Да, я сейчас включу. Брослав Лобин. Знаю, меня радует. Он все знает. Пусть будет можно найти. Я, в основном, про только первые каналики. И, в основном, то, что сейчас проводится, к экономике нет вообще далекое отношение к хайке. По пирамиду я, скорее, почему не надо проводить. Вот. А, там, политические по-разному. Да, сейчас проводим вам. И оно действительно там в серой-черной зоне. И три года назад, то, что вы приходите слушать про биткоин, это уже, значит, вы нарушаете какой-нибудь закон. Поэтому вы находитесь всегда в серой зоне. Вопрос выберен, или вас дарите, или не выберите. Так. Давайте сначала попробуем. Давайте так, отобразно. А кто запускает свое ICO в ближайшем месте? Вот. Хорошо. А кто, значит, думает, отпустит ICO? Да. Хорошо. У кого есть биткоины в ближайшем месте? Да. То есть ты, кто ICO, на сегодня не запускает. Иногда. Отключаете, кого нет. Так. Хорошо. Все остальные, в принципе, аналогичные валюты знают, слышали о токенах тоже. Знают про токенах. То есть про токенах сказали. Все про токенах знают. Ну, по-моему, красно. Ничего не знаю. Ну, сейчас презентация. Давайте кратко тогда. Собственно, блокчейн. Сейчас очень много определений. Блокчейн на степенье. Там написано, что это любозит . Блок. Значит, я утверждаю, что это обязательная какая-то скользкость презентация с внутренним интелатором изучения работы блока. Который, собственно, является криптовалютой. Блокчейн без криптовалюты – это пропадакция. И типа а-ля фрилатная блокчейна, мастер-чейна – это чисто комоушен. Да? Для того, чтобы государственного не продать. Значит, умный контракт, как говорится, теперь, кстати, возможность использования в умном контракте передачи стоимости требований криптовалюты. То есть, как только слышите умный контракт – это по любому криптовалюту. То есть, умный контракт без криптовалюты – это вся же компонация, можно сразу высылать человека, который вам пытается открыть вашу наушу дальше. ICO – это механизм привлечения финансирования. По сути, это то же самое, что crowdfunding, 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 token-save, по-разному, в зависимости от того, что такое токен. Здесь название ICO – initial, shellcoin, offering. Slowcoin сейчас имена на слово token, то есть правильно говорить как ICO. По привычке все равно ICO называют. Там есть еще аббревиатуры, но разные названия. Но, в общем, суть такая. Вы пускайте какие-то единицы цифровые, которые могут быть в собой передавать, токен – это жетон. Как металл-зайк, если выпустим там. 50 жетонов продали, потом придеют люди, с ними жетон, которые там принялись. Значит, pro-глукчейн и ICO. Существует ICO, оно изначально пошло именно под проекты блокчейнов. Значит, получение обязательно должен быть коин, потому что криптовалюта. Значит, соответственно, там, конечно, коин будет. И это и есть ICO. То, что сейчас проводится, это вообще ни разу не ICO, это просто сбор бабла, которое вообще никак не привязано к реальности, это чисто мошенство. В этом плане я рекомендую вам, в первую очередь, подумать про продукт, который вы создаете. Второе – подумать, значит, нужно ли вам вообще там таким образом проводить компанию. если, собственно, да, вы решили, что нужно. Ну, в принципе, на пирамидах тоже зарабатывает, и на мошенничество тоже можно зарабатывать. В принципе, люди на этом деньги делают, и в принципе, живут хорошо. Это только внутреннее ваше убеждение, значит, по поводу того, что честно, а что нечестно. Ну, собственно, презентацию, она открытая. Можете все это прочитать. Сильно добавляться не будут. Значит, ICO, оно похоже на IPO, значит, но вы не можете акции продавать, что важно. То есть, есть токены, и коины, вы не можете привязывать их к доле компании, если вы это обещаете, собственно, вся регуляторика, и теряется весь смысл проведения собственной оси. То есть, вам тогда проще будет его право. Это к краудинвестили тоже самое относится фактически, потому что к краудинвестили сейчас, ну, естественно, там сайдекс, да, это, ну, пускай активы, еще есть несколько компаний, которые проводят краудинвестили. Там, по-другому дизайну, там, может, там, что-то варьируется. Вот это не доля компании. То есть, это не инвестирование напрямую, это такой цайд, значит, ну, с бонусами. На бонус, естественно, на электрон. А, собственно, последовательность, как, что надо заполнять, да, ну, естественно, на электрон. Собственно, когда начнете это делать, более подробно всю эту информацию, в том числе и в этой презентации, можете взять в комплекте. Ну, отметить можно, что самое главное, там, субпроекты надо описать на дорожную карту, а, самое главное, команда, да, ну, проверить, естественно, рынок актуальност. Ну, фактически, вот этот выпуск, ну, токен, опять-таки, называется еще предварительно, вот эта проверка, гипотеза о том, что это кому-то нужно. Вот, и это хороший инструмент, да, так же, как crowdfunding, это проверка рынка, нужен ли ваш продукт, да. То есть, прежде чем собирать бизнес, сначала вы проверяете, нужный продукт. Ну, плюс экономика проекта, и описать токен, и почему его будут покупать, то есть, в чем вообще способ инвестирования, почему он будет расти. Так, ну, обязательные активности. Вот, понятно, это социальные сети, направленные на те, кто уже на курсе делают. То есть, это, опять же, криптовалюта, там, сообществом артистов, там, бикторианцев. Ну, естественно, там, все социальные сети, которые можно, вот, в принципе, вы на широкую массу нацеливаетесь, то это может оказаться, так сказать, очень дорого, потому что будет, там, искусство по воробьям. То есть, вы вновь денег потратите на рекламу и маленькую конверсию получите. То есть, в этом плане надо целиться более узконаправленно. То есть, в первую очередь, люди, которые знают, как товарищи про ICO, слышали, и которые хотят выиграть вот эти хайки. Это сейчас. Либо наценивайтесь на вашу какую-то узкую целевую аудиторию, которым нужен ваш продукт. Самое лучшее, собственно, это самое идеальное. Ну, я говорю сейчас про 90-й процент, это хайки, который, там, просто, как сказать, заработать и быстро убежать. Так, ну, Slack, Telegram, то есть канал, да, самое актуальное, наверное, то, что это надо все на английском языке делать. Вот, однако, обязательно рекомендуется в команду включать, значит, русскоязычных людей. Это стало признаком хорошего стола. То есть у нас сложилось, вот. И вам нужно, в будущих китайских сообществ, у них тоже много запросов на то, чтобы куда-то слить денег, ну, состегания. То есть, есть объективная такая проблема, то, что не инвестировать, это практически не меньше, вот. И, как бы, ICO, там, ITO, оно позволяет, собственно, инвестировать куда-нибудь в нормальные какие-то интересные проекты, выходя из юрисдикции. То есть там все анонимно. Кстати, про страну и государство. То есть, когда вы запускаете, ну, понятно, вы физически находитесь где-то в какой-то стране, вы можете переезжать, вы можете зарегистрировать в какую-то юрисдикцию, там, компанию. Ну, в общем-то, это делать совершенно не обязательно. Соответственно, и налог никаких не изникает. Но это, опять же, такая, какая-то черная схема называется, собственно. А в нее играться есть любые, собственно, готовы в это играться. Паунти-компании, это, ну, партнерские там называются по-русски, да, когда вы сдаете какие-то токены за активность, да. То есть люди у вас рекламируют в социальных сетях, вы даете им токены. Они становятся вашими проповедниками, что это в вашем продукте. Так, ну, естественно, основная затрата это на PR. В основном идет, то есть, ну, если говорить у человека по очередности, понятно, там, сайт, значит, привязка, юридические моменты, это все надо прописать, экономику, ВЛТ, и дальше PR. Да, тут PR вы потратите на процентов 75 бюджета. Кстати, сейчас про бюджеты. И, насколько мне интересно, проведение срез, там, дорогие, специалисты, они берут много денег, те, кто специалисты, а вот те, которые новички, там, ну, абсолютно не порядок. Вот, тут специалисты сейчас, ну, от 200 тысяч долларов. Ну, там есть какие-то более-менее. Так, ну, реклама, ICO на ICO-трекеры. Ну, скачайте презентацию, там по ссылке можно и перейти. Вот. Для них, да, и платная процедура, это те, так сказать, списки, которые, ну, тоже, с одной стороны, рекламируют, а с другой стороны, они АУДИК производят. То есть, когда вы доставляете свой проект, проект в подобное количество, то необходимо заучиться, либо, к помощи, поддержка лидеров, на ней, и вот, ICO-трекеры, существующие, ну, плюс люди, которые давно в этой теме, которым доверяют. Команда. Ну, вот, вам потребуется, там, человек 5-10 вам потребуется, вот, естественно, их надо либо оплачивать, ну, либо в долю брать, ну, то есть, как обычно, собственно, как команда образования. Вот. Вся эта команда, в основном, она публикуется на Майлкэпах, и, ну, зачастую еще, ну, я имею в виду жналы и Майлкэп. Вот. То есть, они отвечают таким своим лицом, да. Вот, правда, потом заметают следы, частенько такое бывает. То есть, когда проверяя СИО, собрали бабла, сайт открывается, информация стирается, тех картинок, которые были, ну, как бы, я рассказываю, как оно происходит, да? То есть, ну, собрать бабла, да? Ну, что вот, ну, плохо? Вот. То есть, делается, на какой-то уталке, на других ресурсах, информация о проекте, она делается в виде картины. Потом, значит, хостин того, где эти картины размещались, херится, и всё, вы чистые, никто не помнит даже о том, что был у вас проект. Вот. Поэтому, кстати говоря, сейчас родился новый проект, называется СИО-Х, для того, чтобы эти всё влечения не было. Чтобы таких было поменьше. Ну, мне это нужно, потому что я занимаюсь экономикой, и дискредитация технологии, она мне идёт не в пользу. Так. Ну, собственно, целевую аудиторию, вам очень важно определить целевую аудиторию. И понятно, что это будут долгосрочные и краткосрочные инвесторы, там спекулянты сейчас пока не вводят. А также я бы рассмотрел, в первую очередь, на тех, кто будет пользоваться вашим продуктом. То есть, когда у вас есть нормальный продукт, то для вас инструменты СИО-Х, он очень хороший. И его надо использовать. Ну, соответственно, можно зарегистрировать фирму, и даже нужно зарегистрировать фирму там, выбрать там в Сингапур или другую, он любую, можно юрисдикцию. То есть, когда вы продаёте продукты? Вы можете даже российскую юрисдикцию. В этом плане, в договорку при продаже, значит, переступку прав, это делается относительно просто, и понятна там налогия, то есть, вся в целом понятна белая схема. Ну, там как бы маленько вот получается так. Так как это новая тема, я считаю, что это нужно использовать и продавать как продукт, а заодно могут инвесторы. Это самая хорошая среда. Так. Тут общая рекомендация. Значит, вам по-хорошему нужно будет проводить предварительную, то есть, за месяц до. Вообще, компания начинается примерно за полгода-год. То есть, от момента появления какой-то идеи, значит, вы собираете команду, у вас формируется там понимание, да, что вы делаете. Команда понимает, каждый из членов команды может ответить, собственно, в чём суть проекта, да. Потому что тоже бывает такое там, людям, которые в команде, им задают вопросы, а про чё проект они не знают. Вот. И это выглядит очень красиво. Но, собственно, это не мешает собрать деньги. Ну, понятно, что тот, кто инициатором является, да, то есть, ну, три троя называют, может быть один человек, может быть два, три человека. Они публичные, они желательно там, ну, каждый день видео записывать или после чего-нибудь, значит, поддерживать связь с кому-нибудь, это обязательно. То есть, здесь именно широтная масса, чем больше вы её вовлекает, тем больше он. То есть, вес вашего руки. Токина, коина. Вот. Ну, да, одно из то, что там всё какие-то с людьми, вас будут троллить, все будут троллить, а в русскоязычном, сообществе каждый, каждый первый будет троллить, в англоязычном вам будут задавать вопросы, и на эти вопросы вам надо отвечать. То есть, вас не будут сильно троллить, но если вы не сможете ответить на вопросы, вряд ли не получится. То есть, надо понимать, куда вы идёте, для чего вы идёте. Это ядро команды, оно должно понимать. Остальные помощники, ну, с них спроса нет. Да, проводите глобальную международную ICO, локальные они неуспешные. Да. В принципе, есть успешные, то есть, ну, вообще глобальные темы, это технологические темы, IT в первую очередь. И у меня тех, это то, что связано с какими-то новыми технологиями, в принципе, игры, да, в этом плане. То, что, допустим, как мы выпустили ГУСИ токены, да, наобращаемую сеть, оно, ну, чисто локальная тема, это PR. PR и проверка биологической схемы. Собственно, она имеет место быть, и я считаю, что по такой схеме можно дальше спускать уже именно экономику, когда вопрос обмен токенов между производителями. Это кооперативная схема. У нас не зарегистрирован кооператив, но там предполагается технический кооператив. Тоже поИ как-то для записки. Ну, там тоже есть свои юридические вопросы здесь, да. Да. Ну, дальше, собственно, по примеру повторения, здесь более детализированное расписывание, то есть, что нужно там с металлом, описание проекта в МПП, вопрос-ответ, презентацию, там, 5-6 видеороликов, значит, их заранее заготовить, потому что, когда будете проводить свою собственную компанию, вам некуда заниматься. Сайт, лендинг, ну, собственно, какая стандартная уже вещь стала. Естественно, там, дальше, ну, рассылки, тоже заранее готовить тексты. Вам нужен нормальный, хороший контент-менеджер, и он будет создавать проект. То есть, вы будете являться лицом, а то, как говорить или прочё, правильные слова произносить, да, это контент-менеджер, и он вам нужен в команде именно, ну, как часть команды. Так, ну, понятно, что чат 1-4 на 7, подачать на вопросы, славно будет сажать туда нескольких людей, 2-3 человека, там, каждый канал, по сути. Телеграм, там, в принципе, есть ребята, которые на этом бизнес сделали, да, то есть, могут к ним обратиться, могут, помогут, да. Ну, группы, естественно, группы на себя регистрируйте, то есть, когда вы начнёте проводить, там, как бы, будет аврал, да, маленько, скорее всего. Поэтому заранее лучше готовьте, регистрируйте домены, группы, основные все каналы на себя, если вы проводите, то есть, это должно и древ держать, потому что потом, через месяц-два, окажется, что, собственно, потом разборки шатаний, и потом половину ресурсов, собственно, не найдёте. А эта проектация будет чистейна. Да. Ну, видимо, канал здесь. Юридическая, ну, да, юридическая здесь, уже сейчас рассказывали, а то, что вот можно дополнить, ну, понятно, что надо выбрать нормальную критическую схему, обоснование, то, что сейчас делать, ну, можно там примеры привести, мне больше всего нравится выпуск, ну, как, зеркони, зеркони, то есть, это аукцион на товар. Ну, есть всегда везде свои вопросы, но, по сути, это белый схем. Ну, чуть-чуть все. Вот. Как договорку при продаже, это вообще белый схем, там налоги, в принципе, если нет, короче, основу. Вот. Вам, скорее всего, понадобится искром, это гарант на время проведения ICO, или, скорее всего, кто-то, кто будет гарантировать, что вы с этими деньгами после ICO не убежите. Вот. А сейчас те компании хайперские, которые проходят, они отысково оказываются, это признак того, что это ненадежно. Хайп, кстати говоря, это не значит, что это кидалово. Хайп — это быстрорастущее что-то. Ну, как известно всегда, все, что быстро растет, оно потом, значит, снижается, и после этого либо оно восстанавливается, либо хвалит. Ну, по поводу, значит, выборов, выводов фиат. На самом деле, нет необходимости выводить фиат вообще. То есть вы сотрудникам, конечно, белую не можете оплачивать, хотя степко-политным проектам, которые сейчас делаются. Все люди, которые там в теме, они прекрасно принимают биткоины, воплаты, воплаты, вывести там 100-200 тысяч рублей на свои расходы. Проблем никаких нет. Перевод, опять же, через Сингапур. То есть Сингапур чем отличается? Там можно активы от криптовалютной поставить на баланс. Соответственно, продать на бирже легально, получить доллары-доллары через схему, значит, завести в Россию это будет, потому что белая схема. Понятно, что там надо будет заплатить, ну, процентов действий будет понадобиться. А, плюс налогов, естественно, То есть выводить фиат, без смысл собирать не только битуалют, потому что битуалют, растет, потенциально вырастет, выводят фиат. Зачем? Так. Ну, значит, размещение репонации, собственно, план действий. Когда начнете, тогда вам это понадобится. Ну, вот здесь подготовка там полгода-год, а потом, значит, непосредственно, за два-две месяца начинается, собственно, сама работа, и за месяц до там уже пиар-компания, да, пусть вам потребуется, как говорится. Ну, заранее вы готовитесь, вы знакомитесь со всеми, все контакты, записываете, значит, заедаете о том, что будет ICO, и вы начинаете пиарить. Через месяц можно уже проводить ICO, и, как и могут, соответственно, нормальные пиарки сделать, ICO закрываются быстро, там, за полчаса, ну, а некоторые вообще за принципы. А некоторые, сейчас, новые схемы, как EOS, мне нравится, они колонгировали на целый год. Вот, тоже такая схема, интересная, по сути, что получится. Так, ну, естественно, английский, китайский язык, русский, опциональный. Так, ну, у нас есть фонд, мы предоставляем там услуги, в том числе, по упаковке, да. Ну, в общем, сильно зависит от проекта. Проект не сказано. В общем, если проект нормальный, хороший, с удовольствием работаем, если это хайперский, мы даже, может, не работаем. Да. Ну, вот, ссылки. Собственно, презентация, ну, если хотите, сфотографируйте. Здесь все открыто. Отмечу то, что есть киберфонд. Киберфонд это наиболее мощная тема. Собственно, один из продуктов. Марина Бурева, еще ребята, которые, они суперпрофессионалы, они очень давно на этой теме. То есть, еще на заре, даже до меня, все это начали. Там есть несколько проект, хорошие проекты. то есть, это не кидалово, ничего. И вот те проекты, там все открыто, публично. Значит, те проекты, которые у них в портфеле, их можно брать, там, порядка, пару десятков. Оставляем все, что появляется, там, очень большой вопрос. Значит, в общем, это как индикатор. поисовый трекер здесь списывается. Извините, можно не фотографировать. Каждому отправиться по электронной почте, которую вы указали при регистрации, то все будет разоснуто. Да. Собственно, я. Вопросы есть? Пару минут. Да. Вопросы именно этот, а ваш фонд, да? Он как и помогает, вообще, мы можем в этом помочь, да, если у вас нормальный проект. Да. А как вы называете фонд? Ну, у нас фонд «Российский добротех», да, в южнице, 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 вы берете, сразу вам деньги можно за это платить, или процент, потом… Условия, значит, они бывают сильно разные. В основном, делаются два варианта. Либо за деньги, то есть это под консультацией, какие оформляйте, вот, либо, ну, то есть, если проект наш, то, да. в южнице, что они бывают, у нас все индивидуально. Я говорю про те цены, которые берут, те, или, 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 там, компании, которые, да, по сторонам свои проекты свои пока это очень ровно и там вы можете озвучить просто сказать мы не занимаемся вот и давайте-то есть вот и чисто упланируем оборудование для новой технологии новой европейский фермеры как я вообще не фиат нужно забаву и на плате